Все, уезжаем из Камбула, отправляемся в новое путешествие. Сложно избежать соблазна, последний раз залезть в гору, в эту галатскую. Да? Нравится? Нет, мне так нравится, всегда говорит, нет, нет, я не пойду, не пойду, здесь нет другого пути, ты с ними забираешься. Малышка вон купила подарочек для местного продавца овощами, потому что он был очень любезный. Это подарок для тебя. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ты очень любезный. Спасибо. 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 Уже начинаются приключения. Бургер Кинг продается в Plant Based Burger, то есть говядина искусственная. В общем, если не знать, то это невозможно понять. К искусственным коровам я готов. Так, что, все сдали, все нормально. В принципе, пугали, что могут быть проблемы именно при регистрации на рейсе, что много всего спрашивают. И был даже какой-то чувак, которого вообще не пустили. У нас, типа, так спросили, вакцинация есть, что-то анкета есть, типа, посмотрел, что есть. Так, все-все нормально, все сдавайте, лишний килограмм нормально. В общем, КЛМ молодцы. Все security пошли, паспортный контроль просто. До свидания, гуляй-гуляй. Гуляй-гуляй. Настоящий гуляй-гуляй. Полный. Да. Следующая остановка в Амстердаме. Найди, говорит, что со мной есть электричество Ордесса. Конечно, да. Починайте, я сам птич. Ничего не знаю. Да, вот мы и будем с Амстердаме. Расскажу самые первые впечатления только от аэропорта, да. Ощущение, что, во-первых, мы попали в Успан. То есть явно, что вот просто мы где-то в Европе. Люди, испанская речь, испанские надписи. Вот. Второе. Все стало более-менее понятно. Это, конечно, не турецкий, да. То есть даже то, что люди говорят, понятно. Пупсик вообще даже что-то начинает уже торбонькать. Привет, друзья! Привет, друзья! Ооо, когда мы сняли, мы сняли. Он не знает, что это значит. Это значит, когда мы поженимся в Улок. И еще одно впечатление. Походу, тут все спокойно вообще. По части всякой безопасности террористической. Потому что я просто вышел из аэропорта, зашел обратно. И всем вообще пофигам вообще. И чисто. Сейчас мы немножко в себя-то придем. 13,5 часов перелет. Это вам не шуточки. Самый длинный перелет. За всю историю моих путешествий. И мне осталось, кстати, посетить только Антарктиду, чтобы я закрыл все эти реки. Вот такой вот у нас. Большая комната. Нравится? Да. Главное, что с тобой. Это без листья. Очень прилично. И знаете ли, цена совсем не такая, как в Стамбуле была. А поприятнее значительно. По соотношению цена-качество в Стамбуле там все немножко рехнулись вообще. От наплыва русских. Ну что, мы немножко поспали. И первый раз вышли. Вот. Вообще, Ола, Чика, все окей. Вообще, первый взгляд на город. Пока похоже на Барселону. И чем-то похоже на Нью-Йорк даже. Очень красиво. Мне нравится. Время местное 6. Но уже так темнеет конкретно. Здесь раз. Потому что не осень. А, ну осень, да. Осень. Да, то есть мы пока посчитали. Это приблизительно сейчас где-то ноябрь-декабрь. Мы веселее ездили до свидания. Вот. И количество людей в шортах, оно как бы, в принципе, оптимизм внушает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ребятки. Ну, мы, конечно, все в офигевшем пока состоянии от всех этих перелетов. Вот. Но мы, да, мы зашли в первое попавшееся место. Хотя нет. Сначала мы поменяли денежки. И, в общем, денежки тут меняют хитро. Приходишь на улицу Флорида. Улица Флорида. Идешь такой, и там люди стоят, и такие, КАМБИО, КАМБИО. Подходишь, торгуешься. И тебе меняют... Если официальный курс сейчас 115, а может, 118, то неофициально нам поменяли по 195. И это еще нас нибудь надули. Ну ладно, нормально. Вот такую нам принесли еду. Вот такая еда. А мы снова по итальянской еде, да, такие? Мы приехали в новое место. Подождите, в Аргентине много итальянцев. Вообще, да, да. Но главное еще, вот сразу мы не сняли, вот этот бокал вина, он был вот до Сюдова заполнен. Да. Мы просто сразу такие. Это типа домашнее вино. То есть этот бокал вот настолько заполненный 100 рублей. Не хотите? Сейчас еще счет принесут, и, может быть, мы удивимся. А там какой-нибудь типс? Нет, на самом деле окажется, что здесь цены все-таки в долларов американских. Вот Карне. 1450 долларов всего. Вот. Канелоне. 580 долларов. Ух ты, блин. Лазанья Наполитана. 640 долларов. Дорого обходится ему женщина. Подписывайтесь это, пожалуйста, люди, подписывайтесь. Нам нужна монетизация срочно. Доброе утро, пупсики. Мы сейчас вот на этой широченной улице в центре Буэнос-Айреса. Мы выспались. Сейчас нужно позавтракать, а потом пойдем тут смотреть при свете дня, что тут вообще происходит. Там офигенный свет. Если Надя так говорит, этому можно верить. «... ... ... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это вот такая осень Солнце вылезло, кстати, нормально вообще, припекает вполне Надо было брать очки солнцезащитные А сейчас пойдем к океану В Буэнос-Арес в такой бухте находится глубокой Но вода здесь есть, так что сейчас посмотрим, где она Мы нашли себе новое развлечение Купили вот такие два смузи Вкусные, сладенькие, прикольные И ходим по городу Потому что вообще-то мы хотели ехать на автобусе Но чтобы ехать на автобусе Нужно иметь карточку Ну типа тройки Вот А этих карточек нигде нет Мы теперь вот ходим по городу И спрашиваем типа Суба А нам говорят Ну, ну И все Так, ну что, успешно Мы даже смузи не успели допить И вот уже с карточками Есть адрес с картами Есть карта, короче, с точками Где эти штуки продаются Мы купили Мы купили в этом В лотерейном магазине Там вот у них какой-то запас был Поэтому ссылочка в описании будет Смотрите там Мы доехали до воды Конечно, чтобы попасть к этому северному Как это называется? Северный Пункт Норс Норде Что такое пункт? Набережная Значит, чтобы попасть к этой северной набережной Приходится вообще по таким ебеням Тут перемещаться Это что-то, да? Вот Вот сзади нас вода Сейчас воду покажем Но Самое прикольное Что Здесь тут же Аэропорт При этом он вообще не закрыт Ничем То есть тут просто вон Сеточка натянута И сразу взлет посадочная полоса Первый раз такой вижу Покажем АПЛОДННЫХ в общем это тяжело поверить но вот эта река там берег говорят самый широкая река в мире вот это все река вот она идет идет все все река река и только потом будет здесь начинается океан такие дела безумные автобусы вообще просто одежку то адски но у нас все не случилось забавная история мы приехали туда вот на набережную на эту северную да думал вот и там стоял чувак фотографировал я к нему такой а он мне кажется шугался что у него камеру свистнут а он ну на средний формат снимать на штатив я ему давай говорю у нас камера и за ткс от вот по-английски он не говорит а я им такого у меня броника там то все но мне кажется за он сначала решил что мы его сейчас грабим но мы от него ушли вот потом рассмотрим я смотрю на велик погрузился и читами меня один раз проехал 2 и потом такой остановился и типа и по-испански чё-то ля-ля-ля-ля-ля надевай стать кивает я тоже валик его предложил нас сфотографировать вот и значит извел на нас кадров 6 на шипал пленки между прочим кто не в курсе среднем формате 6 на 6 6 12 кадров да вот нет все нормально вот и у нас поснимал но а и он с еще смешно потому что сначала я у нее там задал пару вопросов по поводу пленки типа ездить если здесь лаборатории проявлять он такой да да а а потом такой типа а вы откуда такие из россии он такой русского и у него вид такой брус до испуганный выводе от него отошли таки не будем парня пугать но он потом заинтересовался соответственно позвал нас позвал нас фоткаться и потом такой только не надо улыбаться оба стране меня надо улыбаться типа надо быть или руссо так на основанный джеклэк начинает накрывать ну правильно уже полночь по нашему по европейскому времени и значит мы пришли в ресторан сантос маньяры наверное вот здесь написано как она правильно я прочитал что здесь хвалят стейки в общем у них тут кроме стоит по большому счету ничего и нет сейчас будет мой первый рибай аргентинский у нас снова в бокал здорового человека нормально нормально далее опередить что не наестся я принесли курочку куда ты не ты же не говорила типа не знаю может придется еще потом два стейка заказать нет а это моё мясо что не знаю а 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 Да, мне нравится. А сколько стоило твой рыбай? Или это не рыбай, а... Это рыбай, рыбай, рыбай с гарниром стоит 1600 песо, то есть 600 рублей, 600 рублей, стейк с гарниром, в Москве, в Москве аргентинские стейки, но я их вообще оттродясь уже не видел, обычный стейк стоил уже, там, не знаю, 3000 или что-то такое. А я такая, типа, говорю, ладно. А ты говори, говори, сейчас записывай. Говори, 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 говори. А у меня курочка. И, кстати, ее очень тоже большая порция. О, май гааааа. Она все несут, несут. Я обожаю эти девчонки, они такие прям вообще хлебосольные. Спасибо. Спасибо. Спасибо.